Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Бывшего сотрудника АТП судили за взятку. На скамье подсудимых оказался экс-заместитель начальника отдела материально-технического снабжения АТП. Установлено, что он организовал закупку запасных частей транспорта у единственного поставщика, нарушив общие принципы конкуренции. За это получил от предпринимателя, в чью пользу совершил эти действия, более 360 тысяч рублей. Суд признал бывшего сотрудника АТП виновным в получении взятки. Ему назначили штраф в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Кроме того, взыскана сумма, которую он получил в результате преступления. Также ему запретили осуществлять деятельность в организации закупок в течение пяти лет. Тем временем, на должность руководителя АТП требуют вернуть Дениса прлогом. С таким заявлением выступили в ЛДПР. Там считают, что смена руководства не пошла на пользу предприятию. Управленческие решения нового руководителя они называют сомнительными. В частности, речь идет о внесении изменений в закупку запчастей. Теперь поставщикам платят не по факту, а 2-3 раза в месяц. В ЛДПР утверждают, что из-за этого в критические моменты не хватает нужных запчастей. В качестве решения проблем, которые, по мнению членов партии, накопились при новом руководстве, они требуют вернуть на эту должность Дениса Пырлога, в период работы которого, как отмечают в партии, в Кирове был оптимизирован общественный транспорт. Бесполезные должности пропали, на маршрутах стали появляться новые современные автобусы. Напомню, что сейчас Денис Пырлог возглавляет АТП в Ярославле. В эфире экономика. На пост бизнес-омбудсмена в Кировской области утвердили Андрея Вавилова. По кандидатуру согласовал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает портал Источник Онлайн. На должность бизнес-омбудсмена в Кировской области в этом году претендовали два человека. Председатель рекотделения опоры России Андрей Вавилов и гендиректор компании «Руснедвижимость» Екатерина Орешкович. После публичного обсуждения кандидатов губернатор Александр Соколов выбрал одного из них. Теперь эту кандидатуру согласовал федеральный уполномоченный. Вавилов ранее, напомню, уже занимал пост бизнес-омбудсмена в Кировской области. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 62,57 рубля, евро 65 и 68. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.